Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие текаретки. Сегодня с вами снова я, Теканадия. И, наконец-таки, я делаю новую рубрику своего канала, где я беру интервью у разных блогерев. Сегодня я буду брать свое первое интервью. И я расскажу вам немножко о блогере Наташа Грасс. И сейчас я смотрю на обложку ее канала и расскажу маленькую информацию. Наташа создала свой канал 20 ноября 2014 года. Она снимает очень интересные видео. И есть у нее также видео, где она рассказывает о книжках прочитанных. Также она пишет свою книгу. И в течение недели она выкладывает по углове своей книги на своей странице ВКонтакте. Затем она рассказывает о блогерах с ограниченными возможностями. И в последнем ее ролике она рассказывала обо мне, что очень приятно. Я была так рада. И это было очень-очень неожиданно. Я думала, Наташа знает, что я смотрю ее канал. И что тоже очень сильно давно хочу с ней общаться. Но оказалось, что нет. И, наконец-таки, мы общаемся и дружим. У Наташи очень глубокий и интересный внутренний мир. Очень красивая душа. И она очень интересно рассказывает обо всех разных вещах, которые она снимает в видео. И я люблю ее видеоролики. И надеюсь, что вам тоже понравится. И сейчас мы начнем интервью. Привет, Наташа! И, наконец-таки, ты у меня в видеоролике. Наконец-таки я беру у тебя интервью. И я, на самом деле, очень сильно волнуюсь, потому что это мое первое интервью. И, Боже, я хотела бы попросить тебя рассказать немножко о себе. Какую-то такую информацию, которую ты хочешь донести до моих подписчиков, до моих зрителей. Расскажи, как у тебя дела. И вообще, кто ты? Хей! И привет всем деградским котяткам, которые сейчас смотрят это прекрасное видео. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Наташа. Мне 18 лет. Я до сих пор учусь в 11 классе. И это welcome to hell. Потому что экзамены скоро. Я снимаю свой видеоблог. У меня детский цивилизм про речь. Но я живу ярко. И мне это безумно нравится. Мне неделю назад исполнилось 18. И я очень рада участвовать в этом интервью. Спасибо тебе, Натюш. И спасибо декабрьскому сочинению, которое будет в среду. Которое дало мне возможность сейчас отвлечься от себя и поснимать наконец-то. Слава богу. Я очень рада, что я сейчас лежу и снимаю. Потому что сколько у меня на этой не было времени, вы не представляете. Итак, поехали дальше. Наташа, я знаю, что раньше ты записала ролики со своими каверами на известной песне. Также есть одна из моих любимых песен, Ломи Тендер. И я хотела бы спросить, почему ты перестала снимать такие видео? Потому что у тебя очень красивый голос. И ты очень интересно поешь. И мне, по-моему, действительно хотелось бы чаще видеть каверы твои. И я думаю, что многим тоже. Ой, господи, как же это мило. Ты не поверишь, это так вообще мило. У меня сейчас бабочки в животе летают от твоих прекрасных слов. Я перестала записывать каверы, потому что считала и считаю, что я пою не так хорошо. Единственный кавер, который у меня на канале, мне так или иначе нравится, Это кавер на песню моего дяди, который написал стихи. Это песня «Дождь». Она играла в фильме «Розыгрыш». Наверное, ваши мамы, папы и, может быть, даже дедушки его знают. Вот я на него записала камеры. Это было в профессиональной студии. Мне очень понравилось там снимать. Но влог так и не вышел, к сожалению, потому что камера выключилась в самый неподходящий момент. Ну, в общем, но, услышав твои слова, когда смотрела это интервью первый раз, твои вопросы, я задумалась. И мы с моим педагогом по бокалу решили записать парочку камеров, но не буду открывать все кайты. Главное, что я очень люблю эти песни и очень хочу порядовать вас с ними. Та-дам! Я бы хотела спросить тебя, как ты пришла к тому, что ты стала book-блогером? Да, это, кажется, так называется? Потому что ты в основном снимаешь про книги, делаешь обзоры, рассказываешь о них, своё мнение и делишься книжками самыми разными, да? Я смотрю некоторые book-блогеров, но в основном я больше их читаю на других площадках, потому что текстовые файлы как-то мне больше воспринимаются на глаз, да? Хоть твои видео я смотрю всегда, и ты одна из немногих, у кого я смотрю именно на тематику книг. И ещё я хотела попросить тебя рассказать не только, как ты к этому пришла, но и рассказать о твоей самой-самой, наверное, любимой книге, почему именно эта книга, что она для тебя значит, и почему твоё сердце выбрало именно её. Ты спрашиваешь насчёт того, как я пришла к тому, что начала снимать видео о книгах, и это очень интересная история. Снимать я решила, посмотрев на видео карамельки 648, сейчас она айтанча, тогда это был бьюти-блогер, хотя я совершенно как не увлекалась, так и не увлекаюсь косметикой. И я решила, отчего я хуже на тот момент, я вообще не знала, что есть люди, которые снимают. Вообще. Решила начать снимать. Первое время я снимала о себе любимой, моё образование, 50 фактов обо мне и так далее. Но позже я поняла, что весь канал о себе любимой, это как-то очень эгоистично, ведь ты тоже рисуешь, ещё что-то делаешь на своём канале. Но я не знала, что снимать, о чём снимать. Но я помню этот день, это было 22 мая 2014 года, по-моему, да, 2014 года, потому что это был день рождения моей любимой мамы. И тогда я лежу в постели, нам задали что-то прочитать по литературе, а хотя я обожаю читать, я не мыслю своего дня без книги. То есть, если день прошёл без книги, действительно, день прошёл зря. Я лежу в постели, у меня депрессияк. Ну, представляете, да? И что-то нам надо читать по литературе. А я не очень сильно люблю классическую литературу. И я решила посмотреть, а что же люди говорят об этой книге и вообще. Но поскольку я аудиал, у меня лучше всего развито слуховое восприятие, я решила включить себе какой-нибудь видос. Включила я себе, даже помню эту девочку, Mary's Moon. Честно, слава богу, снова вернулась на YouTube. Я очень люблю её видео. Потом я начала ласить дальше. И поняла, что куча ребят снимают видео о книгах. Тогда ещё Оля Подетельник, которая переквалифицировалась в Олю Миклашевскую. Оля, Cute Bookmas, в общем, куча девчонок и снимают видео. И я помню, какой для меня был тогда шок. Я помню, что я на тот момент открыла для себя жанр. Я читал литературу, мне было 15 лет, как раз то время для того, чтобы читать такую литературу. Раньше мне читал всё отец. Он мне читал Жюль Верина, Трёх муркетёров и кучу другой прекрасной литературы. Но настало время, когда мне это уже перестало быть немного интересным. И я читала по привычке. И я помню, когда я нашла этих прекрасных ребят и девчонок, я просто легла. И я помню, что я взяла первую попавшуюся книгу и читала. Читала, читала. И даже к гостям не выходила. Я этот день очень хорошо помню, потому что это был мамин день рождения. Все говорят, почему ты не идёшь? Я говорю, отстаньте от меня, я читаю. И я тоже решила про это снимать. И решила снимать о чём-то особенном, потому что о книгах про инвалидов, о фильмах про инвалидов. Мало кто пишет, мало кто снимает. Я решила об этом снимать видео. Вот, снимаю до сих пор, и не только книги об инвалидах, потому что читаю не только об этом. И спасибо, что так тепло называешься о том, что я делаю. Мне это безумно сильно приятно. И вот совсем забыла сказать. Ты мне спрашиваешь про мои любимые книги. И я могу посоветовать вам две книги. И я сразу скажу, что это нелёгкое чтиво. Там можно поплакать, поедать. И ещё раз поедать. Я люблю такие книги. И первая книга, о которой я вам сегодня расскажу, это книга Шерон Дреппер. Привет, давай поговорим. Это книга о девочке, у которой очень тяжёлая форма ДЦБ. То есть она не говорит, не ходит, ничего вообще. И она очень умная. Она безумно умная. И там рассказывается, как она уживается в этой жизни. Как она контактирует с людьми. И какие трудности выпадают на её долю. Мне эта книга очень сильно понравилась тогда, потому что это мой мир, это мои чувства, это всё моё. От того, как я провожу свой день, до того, какие чувства мне обуревают, когда помощница мне помогает, не знаю, поесть или в туалет сходить. То есть это всё моё. А ещё меня эта книга безумно зацепила, потому что в детстве у меня была знакомая. И сейчас она есть. Даже, можно сказать, подруга, которая вот 1500% мелоди. Саша, привет тебе. Ты, наверное, смотришь это видео. Я обязательно тебе его скину. Это 1500% мелоди. И я помню, как мы с ней лежали на реабилитациях в логиях и просто болтали. То есть нам было плевать, что она не говорит. Что она вообще ничего не может. Нам было на это плевать. И я тогда до таких чортиков хотела с ней снова увидеться, потому что мы пошли в школу и мы разорвали контакты. Вы не представляете, насколько я была счастлива, когда я нашла нашего общего знакомого. И когда он дал мне координаты, и мы сейчас просто офигенно общаемся, пока только по переписке. Но у нас есть её и Эльвира. Это такой компьютер, который помогает таким ребятам разговаривать. Я очень надеюсь, что и по скайпу у нас всё обязательно получится. Саша, ещё раз привет тебе. Люблю, обожаю, ценю. Следующая книга, о которой я хочу вам рассказать, это книга «Нетерпение сердца» Стефана Свейка. Если меня смотрят мои зрители на твоём канале, то они знают, что этой книгой я им проела всю плешь. Я изняла её под цитатом. И эту книгу я полюбила за историю Кейкиш Фальвы. Как он? Не хочу спорили ведь. Кейкиш Фальвы – это отец главной героини евреи, который добился таких высот. И не делал ничего такого, в чём обычно обвиняют людей данной национальности. Но есть одно «но». Его дочь больна. У неё отказали ноги. И как-то раз, не буду говорить почему, как, но к ним заходит лейтенант Гофмиллер, Антон. И разворачиваются их отношения, разворачиваются даже какая-то любовная линия. Понимаю, что сейчас я приспойлерила чуть-чуть. Но всё равно, и меня это захватило. Меня захватило взгляд их лечащего доктора, доктора Кондора. Я обожаю этого персонажа. Он такой мудрый. Это можно, вот если бы у меня был рядом такой человек, вот, который мог бы просто сказать тебе, что делать. Потому что родители, они постоянно с тобой, они могут чего-то не видеть. Наверное, ты согласишься со мной в этом вопросе. И меня эта книга захватила этими персонажами этой истории. Ты не поверишь. Но я читала её 10 раз. 10 раз. И сейчас, до сих пор, я перечитываю любимые моменты. Сцену в клубаке. Сцену в поезде. Сцену у постели Эдит. Обожаю. Вот просто всем читать, 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 читать. Спасибо, что вы слушали сейчас вот эти все бомбойные реценции в кавычках. Теперь я хочу попросить тебя рассказать о своей книге. Как ты пришла к тому, что ты начала её писать. И как-то открыла в себе вот это вот чувство, наверное, да, окрылённости, когда ты знаешь, что ты хочешь написать не просто какой-то пост, да, или текст, а о том, что это будет целая история. Потому что я раньше писала книги и сама знаю, как это. Но мне всегда было интересно, что чувствуют другие, как люди к этому приходят, откуда берутся их фантазии. И что для них вообще это всё значит. Я просто писала для своего развлечения. И я раньше думала, что я буду выпускать книги, я буду писателем и так далее. Но моя жизнь так изменилась, что я ушла в другую сферу, не менее творческую, конечно. Но всё равно вот к этой сфере писательства у меня есть огромный интерес. И очень-очень я люблю всё вот связанное с этим. Поэтому мне очень интересно, как у тебя это вышло. И теперь самое интересное, что, по-моему, может быть в этом интервью. Это моё писательство. Да, эгоизм знаю. Я писала всю свою жизнь. То есть я даже не помню того, как я начала это делать. Я только помню то, что у меня Чебуляшка, либо Степашка, Кайкуша там, либо ещё какие-то детские герои делали всё, что делала я. Да, ходили к лошадкам, ложились на операции, болели, выстреливали, болтали с друзьями. Ну вот, делали просто всё. Я помню, как я после операции лежу в гипсе и пишу, пишу, пишу. Вот это очень у меня отложилось в пашке. Но в какой-то момент я забросила это дело. Всё. Другие интересы, другие желания и так далее. Но два года назад ко мне в голову пришла мысль о том, что я хочу написать историю. Я хочу написать любовный роман. Но я хочу написать необычный любовный роман. Я хочу написать любовный роман с образовательным подтекстом. Да, училка. Кто не знает, я преподаю английский в школе иностранных языков. Два года назад мне пришла мысль написать роман. Я уже знала, где это будет происходить. У меня был свой мир. Там была иерархия, денежная валюта. Там было всё. Но вопрос был в другом. То ли у меня нет такого опыта, любовных взаимных отношений. Да-да-да. То ли у меня чего? Я не знаю. Но у меня не пошло. То есть те сцены, которые у меня были... Кстати, это в фэнтези любовный роман, я не сказала. Те сцены, которые так или иначе были в моей жизни, хоть косвенно, хоть прямо, хоть вообще... Я хотя бы представляла, что это такое. Я писала. А вот всё остальное у меня не получалось. И в итоге у меня получилось 10 страниц печатного текста. И я забросила. Но у меня на почке до сих пор лежит эта идея. До сих пор я обдумываю, часто говорю о ней с друзьями и так далее. Но этим летом я прочитала книгу фанатка Рэмбл Роу. Наверное, кто знает, тот знает. Ульяна очень много говорила про фэнгерл, когда её ещё не было на выузском переводе. Я пыталась её читать, но ничего не получилось. Ну и в общем, тут её выпустили и просто схватила первую электронную версию, которую только увидела и начала читать. И вот то, как эта девочка пишет свои панфики, как она этим живёт, как она этим болеет. Меня так зацепило, что я решила тоже писать. И в тот же самый момент, как это так получилось, я читала дочь скульптора Дуви Янсен. Это её неизвестная роман, не очень сильно известная. И под действием этих двух книг я поняла, о чём я буду писать. Я буду писать о том, что чудо, чтобы найти чудо, не надо уходить в мире Гарри Поттера, Хроник Нарихи и так далее, чем я очень решила в детстве. То есть я не хотела жить вот здесь, в этом мире. И это принесло мне в своё время очень много боли. Я хочу писать о том, что чудо есть в том, что тебе подарили собаку, когда всю жизнь считали, что у тебя аллергия. Чудо есть в том, что ты смог исписать свой потолок так, как ты хочешь в войнами звёздного неба. Чудо в том, что ты нашёл свой личный дневник, там, где не ожидал его найти. Чудо в том, что ты нашёл офигенный архив старых фотографий, прошлого хозяина этого дома. Чудо здесь. Его не надо искать где-то там. И вот сейчас я об этом пишу. Мне очень радостно, что несколько людей читают эту книгу. Но сейчас я нахожусь в таком творческом кризисе, потому что недавно в моей жизни произошло очень хорошее событие. И я не могу перестать его перебирать. Я не могу перестать им жить. Я не могу снова начать писать. Вот ты, например, вернула к съёмке видео, потому что вот... Когда оно закончилось, у меня было очень много возможностей пописать, поснимать, ещё что-то поделать. Но я не находилась в себе духовных сил. Но сейчас я очень надеюсь, что у меня всё получится. Говоря о поддержке, я бы хотела узнать у тебя, что для тебя в жизни или кто является самой большой поддержкой. И кто для тебя является примером. И может быть ты сама для себя являешься примером, чтобы не сдаваться, чтобы идти вперёд. Или может быть это кто-то есть из знаменитых людей. Возможно, это книга вообще. Или какая-то вещь. Может быть это бог. Может быть это мама. Или что-то, что мы не знаем. Просто расскажи и поделись секретом. Ты спрашиваешь мне о поддержке. И я хочу сказать, что мои родители сейчас являются одной из самых главных моих поддержек. Потому что, как они для меня делают, не делают, наверное, никто. И ещё один очень важный человек есть в моей жизни. Мы с ним недавно виделись. Он знает, что я говорю сейчас именно о нём. Ну, я просто, я благодарю Господа за то, что Он послал мне Ютубу. Потому что благодаря Ютубу я нашла его. Мы встретились в очень неодеральных обстоятельствах. И благодаря этим обстоятельствам я открыла его с новой стороны. И теперь он знает, что я его никогда, никуда не отпущу. И что он один из самых важных людей в моей жизни сейчас. Как и я для него, наверное. И у нас куча шуток. У нас куча общих тем. И ему всё равно на всё. Это офигенное чувство. Мы постоянно с ним шутим, что я его, собственно, Will Trainer. Кто не знает, Will Trainer это главный герой. В книге The Stage с тобой. Я на нас очень сблизила. И его это нисколько не тяготит. И это офигенное чувство. А кто для меня является стимулом идти вперёд? Конечно же, это Бог. Потому что я знаю, сколько всего родителям пришлось пережить, чтобы я жила. И без него у нас бы ничего не получилось. Я могла остаться слепой, глухой. Но благодаря Господу я вижу, я слышу, я живу. И вот ту жизнь, которую он мне дал, я должна опять дать. Вот это вот моё самое большое стимул, чтобы идти дальше. Можно ещё один вопрос, пожалуйста. Хочу сделать такое большое интервью, потому что ты очень интересный человек. И тебя очень интересно слушать, узнавать. Я бы хотела узнать, какие у тебя есть мечты и цели, которые ты, например, поставила для своего канала и для своего будущего. Только не говори о таких сокровенных мечтах, которые большие, например, не знаю, хочу детей много или чего-то там ещё. Нет. Расскажи то, о чём можно рассказать всем, и оно сбудется. Может, даже мы в чём-то тебе поможем, твоих зрителей. Я всегда готова тебе помочь. Вот. И да. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо, что спросила меня об этом, потому что теперь у меня будет, и у всех, кто около меня, будет большой стимул сделать это. И самая большая моя сейчас цель – это поступить в институт. И цель, связанная с этой целью, это ходить там без помощника. Потому что я ощутила всю... Вы же понимаете, что у любой вещи, у любого явления есть две стороны медали. И я в школе ощутила всю поворотную сторону медали бытия тьютера. И вот сейчас у меня большая цель – поступить в институт и быть там без тьютера. Вот это моя цель, и я надеюсь её добиться. Следующая цель, которую я хочу достичь уже, наверное, в следующем году обязательно – это издать эту книгу, которую я сейчас пишу. И это будет тоже обязательно. И ещё одна моя цель – это издать её, может быть, не в следующем году, может быть, не через... не скоро. Но издать её под каким-то более узнаваемым методом, чем я хочу сейчас это сделать. У меня в башке даже стоит издательство, в котором в конечном итоге она должна быть издана. Я не знаю, но позитивное вошление, я надеюсь, мне в этом поможет. И самая моя большая цель, потому что я понимаю, что я должна помогать людям. И самая моя большая цель – это продолжать работать, где я работаю сейчас. Это в нашей офигительной школе английского и немецкого языка Кошкоу. Ну, если хотите посмотреть, что это, переходите на мой канал, там будет ссылка на их канал, в их описании будет всё остальное. И сайт и так далее. И я очень хочу создать нормальную инклюзивную группу. Нормальную. Не так, как делают у нас в российских школах. Сейчас я не хочу, конечно, разглагольствовать по этому поводу на камеру, но позже я могу тебе сама рассказать, какой ужас я иногда наблюдаю, и какой ужас мне рассказывает моя знакомая. А слава богу, мне повезло. Даже несмотря на то, что я первопроходец. Я обожаю своих учителей, я обожаю свою классную руководительницу, я обожаю вообще всех, кто мне там как-то помогает. Спасибо всем большое. Но я хочу исправить ошибки, которые я вижу в нашей теперейшней инклюзии. И я очень к этому стремлюсь. И последнее, что я хотела бы сказать. Пожалуйста, поделись своими мыслями с моими зрителями. Может быть, какие-то пожелания, которые ты хочешь им передать? Или, возможно, просто напутствие какое-то? И, ребят, помните, пожалуйста, в жизни одну вещь. Я очень обращаюсь к ребятам с большими потребностями, но с безграничными возможностями, которые сейчас смотрят это видео. Ваша особенность – это ваш подарок. Это самая лучшая на свете вещь, которую мог подарить вам Господь. Потому что без неё вы не стали бы тем человеком, которым вы стали. С ней вы можете достичь гораздо больших высот, чем без неё. Потому что вы не воспаляетесь на ненужных людей. Потому что они просто не приходят к вам. Вы не воспаляетесь на ненужные для вас действия. Потому что просто не можете их сделать. И это позволяет вам сделать ваши самые яркие грани алмаза. Вы – алмаз, помните об этом. И у вас есть множество, множество грани, талантов и так далее. Но есть несколько грани, которые блестят больше всех остальных. И вы можете благодаря своей болезни отточить эти грани в характере, в таланте, во всём. До совершенства. И это самый большой подарок, который вам мог дать Господь. Всех вас люблю. Спасибо тебе, Надюше, большое за то, что сейчас дала мне такую возможность выговориться, показать ещё одну сторону себя, любимой. И я понимаю, что это интервью будет очень-очень долгим. Так что все, кто запаслись чаёчком и печеньками, всем респекту, уважуха. А теперь я буду уже заканчивать. Спасибо ещё за интервью. Вот такое было интервью. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы подпишитесь на канал Маташи. Я думаю, она этого достойна. И я желаю ей очень много подписчиков. Всех люблю, целую, понимаю. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.